Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семян и Чемоданных, с вами я Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый видеоролик, в котором мы с вами отправимся в бухту, откуда отходит паром до Бодрума. Мы сегодня с вами посетим очень древние ветряки, также мы сегодня с вами сгоняем в очень красивую бухту, где есть острова, посмотрим как там. Еще сгоняем на родник, наберем воды, ну и еще много чего интересного. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, если впервые попали на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Если не смотрели предыдущие видеоролики, то также посмотрите. Погнали! Ах, красота! Так, на самом деле у Настенки есть что рассказать, пойдемте ее послушаем. Сегодня я сплю ночью и слышу, за окном кошки вообще так орут, дерутся, такое махать, такие звуки, я даже думала, потом мне показалось, что можно это из детей, стоить до этих звуки во сне, а потом, да нет, это кошки. А оказалось, это кошки разодрали нашу коляску. А почему? Потому что мы вчера ходили в магазин, и я забыл достать оттуда куриную голень. В итоге Настенка-то мне сегодня горит, Славяна, где голень? Я говорю, какая голень? Выхожу, а тут, короче, такая вот история. Вот упаковка разорвана, здесь валяются кости. Кровище! Вообще, кровь, короче, от костей, естественно. Блин! Мы решили прогуляться и сходить на обед, поесть чорбу чечевичную, надеюсь, будет. Очень мы ее полюбили, и даже детвора у нас распробовала этот супец местный. И так здорово здесь, все так маленько, все так уютненько, все так недалеко, и мы вроде бы и в центре, и вроде бы и не в центре, и на горе. Красота. Вроде на горе, в своем мире, вроде бы выпускаешься, уже все, есть. Здесь вот есть такая пешеходная улочка, очень красивые клумбы, смотрите, какие пушинчиком сделаны. Везде вот эти вот вдоль всего города велодорожки, и рядом пешеходные зоны. Пекарня, булочная, ну да. Здорово, вот мы уже дошли до центра, от нашей виллы, получается, идти вот в центр к морю, буквально, ну, минуты 4-5 своими ногами. На обед зашли в нашу полюбившуюся уже кафешечку. Эта кафешечка местная, здесь в основном кушают местные, и мы. Взяли 4 супа, рис, 2 порции, куриный подлив, все это вышло 195 лир. Бабочка. Папа. Ага, аплодисменты им, да. Мы сейчас отправляемся в бухту, которая так и называется Дача Бодрум. Хотим посмотреть, как там вообще, хотим посмотреть, какие там скалы, и хотим, самое главное, узнать цену на паромную переправу в Бодрум, потому что в Бодрум очень хотят съездить. Это мы выезжаем сейчас из дачи. Смотрите, какие у нас огромнейшие скалы. Так, с той стороны вообще я вижу канатку, и интересно, куда она ведет. Вот на самом пике, видите, там какая-то стоит построечка. Интересно, интересно. Несколько дней назад топливо стоило 27, сейчас 24,18, и 24,23 дизелечек. Нехило подешевел. А еще недалеко от нас есть ветряки. Не знаю, можно ли к ним подъехать поближе. Может быть, как-нибудь это разведуем. Такие у нас открываются виды. Там снова море. Слева у нас те самые горы, которые мы видели изначально. Огромные. Так, сейчас пока они закрылись. А еще по пути покажу. Видите, вот эти деревья, это все оливки. Здесь вот их собирают. Получается, сейчас самый урожай. А вот и горы как раз появились. И вот люди вот так останавливаются с какими-то палками специальными. Вон, видите, собирают пакетами. Как говорится, пошли на разведку. Здесь вот есть какой-то ресторанчик. Сейчас туда тоже подойдем. И въезд Кайрос Яхт Клуб. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим по цене парковка сколько. Парковка вот 60, 50, 80, 100 лир стоит 20. Четыре часа. А не знаю, здесь какие-то просто, получается, ресторанчики. Марина. Мы уже как-то показывали в выпуске, что Марины это примерно такие же кемпинги. Где-то хуже, где-то лучше, чем, например, для автодомов. По-моему, вообще уже ничего не работает здесь. Вот еще у них здесь ресторанчик до дачи. Называется Кузис Кофе Энд Гоу. Так, а здесь, я так понимаю, видишь, какая-то читальная типа зона с розеточками. Прикольно. А это туалеты. И столовая. Ну и, собственно, вот и все. Яхты, 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 яхты. Яхты, ну здесь есть очень крутые яхты. А-а-а, а вот он паром, кстати. Вот он, Сани Экспресс Бодрум. Вот он как выглядит, и мы его нашли. Нет, это паром. Сюда заезжает машина. Мы в каютах. Вот, Сани Экспресс. Вот видите, там сейчас стоит одна машина только. Есть полчаса в стой тачке, и ты вот тут наверху сидишь, либо там в каютах. Сейчас узнаем по ценам. Вот буточка, наверное, здесь. Так, вот на ноябрь, наверное, декабрь актуальные цены. И вот время отправления. Я сейчас прикреплю еще раз фотографии, чтобы вы могли самостоятельно перевести. Просто делайте скрин и вставляйте это все в Google Переводчик. Вам переведет. Но смысл в том, что до 6 лет дети бесплатно. С 7 до 12, 50 процентов скидка. А с 12 лет полный тариф. То есть туда-обратно 380 нам будет на взрослого. Половина из этого будет стоить на Артема, Мирона и Родион бесплатно. И плюс, как я понял, 1300 или 1000 лир это машина. Итого нам, чтобы скататься туда-обратно, это будет стоить, получается, в 3 500. Ну, либо в 3 200. Конечно, до хрена, представляете? Туда-обратно скататься, отдать примерно 10-12 тысяч. Учитывая, что паром идет в одну сторону, туда с дачи в 16.00, а обратно возвращается с Бодрума в 9 утра. А на этой стороне просто пляж. Вот, ну, получается, заход в эту марину. Сюда можно заехать. Вон, с той стороны, вот эта арка, это площадка для кемпингов. Как я понял, туда вот можно либо сейчас дойти, либо подъехать. Сейчас посмотрим, какие ветра начались сильные. Кстати, здесь дача. Вообще говорят, что дача, это ветреный полуостров. Ну, здесь ветер есть, да, согласен, но он достаточно приятный, такой, нераздражающий. Ну, виды, конечно. Приехали мы на одну достопримечательность. Здесь есть парковка и есть история на турецком языке и на английском языке. Называется эта достопримечательность «Кизландские ветряные мельницы». Мирошка у нас уснул в машине, а мальчишки пойдут со мной. Мы, конечно, сейчас ветряки привыкли видеть по-другому, да, я вам показывал уже их кадры здесь, которые находятся в даче, а раньше ветряки выглядели именно вот так вот. Здесь несколько башен. Одна башня находится, она сохранилась очень хорошо, и она находится на территории чьей-то дачи. Мы пойдем вот в эти, посмотрим, что там внутри. А пока мы будем подниматься, немножко расскажу вам историю. В общем, много лет назад большая греческая община жила в районе деревни дача. Дача Эмбрджен тогда еще называлась, собственно, где мы живем, где в настоящее время находится деревня отдыха Озил. Или Озип, как правильно я точно не знаю. В общем, вот тут вот, за вот этими деревьями, это и есть эта деревушка. Ветряные эти мельницы были построены вокруг этой деревушки еще тогда богатыми землевладельцами этой общины. Когда они переселились на Родос, они продали мельницы живым там грекам. Греки из дачи уехали отсюда в 1924 году. Владельцы мельниц мигрировали в 1927. Вот эта первая мельница, которая за забором, она принадлежит какому-то местному Мустафея, сыну Хаджи Халила. Вот, собственно, про что я говорю, что она действующая и находится прямо за забором. Вторую мельницу еще кто-то купил, а все остальные мельницы, они, получается, что заброшены. Я немножко читал комментарии про эту локацию, ну, типа, знаете, если вдруг там вы не едете сюда целенаправленно, то можно, как говорится, мимо и проехать. А так прям целью прям это, ну, я не знаю. Мы стараемся как бы везде заглянуть, все посмотреть. И, кстати, вот здесь вот открывается вид, ну, на высоченные горы. И на горе там какая-то вот постройка, то ли канатка, то ли что. И вот они уже современные ветряки. Вон современные ветряки. А раньше, вот так вот, камни, дырки и такой вот объем, да, сейчас такие они узенькие, маленькие и уже совсем не то. Здесь местная ягодка, растет, кстати, который тоже на рынке, по-моему, продают. Прикольно. Так, ну, пойдемте, поднимемся. Да, Радюлька? У-у-у-у, слушайте, ну, вид отсюда открывается, конечно, очень классный. Море, эгеечка. Горы шикарные. Дача непосредственно. Вот они, эти бочки, да, будем называть их бочки. И что у них тут внутри. Но, по сути, внутри... О, внутри можно от ветра спрятаться. А еще смотрите, как здорово, что просто бам, вот так вот растет дерево. Здесь есть ступеньки, я так думаю, видимо, они запускали, либо ремонтировали винты, которые были большие. Сейчас винтов уже нет. И вот она, лесенка, можно вот так вот. Если только очень аккуратно подняться. Конечно, подняться одно, спуститься будет сложнее. Есть еще окошечки. Вон, видите, можно там посмотреть. Так, попробуем сейчас. Не, не получится. Можно подняться еще повыше, правда, надо быть вообще очень-очень аккуратно. Видите, как узко. Роджи, не надо. Конечно, можно даже по периметру вот так вот прогуляться, но не рекомендую. Все, будем спускаться, пойдемте в следующую башню. А вон там вот, вот у подножия вот этой высокой горы, посмотрите, как много ветряков. Возможно, тоже можно как-то добраться. А вот такая более-менее свежая, да, назовем ее так, это ветряк. Так, мельница, я все хочу назвать это мельницей. Ну, похоже, да? О, какое ветрище! Вот, собственно, вот сюда вот предел у вас такая штуковина. Сейчас попробую вставить фотографию, если найду. И вот так они раскручивали ее. Ну, вот, собственно, когда видим ветряки, значит, понимаем, что местность ветреная. О, ничего себе! Посмотрите, да, она сохранилась достаточно прикольно. Здесь вон есть какие-то полочки для чего-то. И как раз здесь вот есть второй этаж. Вот, детки уже даже забрались. Да, конечно, все это находится в таком состоянии, но, видите, очень печально, может все рухнуть. Причем здесь-то эти бетонные штуки, дует ветер, и все находится в таком уже состоянии. Коль не уцелела, не уцелел пропеллер, виды, да, отсюда классные. Ну, все, ребята, давайте спускаться. Так, здесь у нас есть шелл возле города, и здесь тоже 24,18, 24,23 стоит моторин. Не знаю, с чем связано, но разница получается в 3,5 лиры. Клево. Самое время заправиться, наверное. Так, куда это мы заехали? А приехали мы на родник. В общем, набирали уже как-то, ну, чуть дальше по пути в Марморис. А здесь он прям такой прикольный, не просто шланг, а сделали такую глиняную, получается, чашу. И с чашей течет водичка. У нас много, в принципе, тары, поэтому сейчас будем набирать. Мы на этой воде, мы честоганом ее не пьем, а вот суп сварить там такое в быту, в которой вода нужна, мы ей активно используем. Сейчас заедем в красивую бухту и посмотрим два острова. Как здесь красиво и как здесь пусто. Никакого. Так, вот, пожалуйста, детские площадки. Ух ты, как круто здесь, смотрите, пикниковые зоны. Ладно, пойдемте посмотрим, пройдемся, поглазеем, что здесь есть. Традиционно по-турецки, что здесь есть, это мусор, он везде. Очень обидно, конечно. Такие везде красоты и очень много мусора. Так, сейчас мы и выйдут, пойдем гулять. Я вам хочу показать, что, смотрите, здесь есть какой-то гостевой, типа, дом. И в них есть аквапарк, что тоже прикольно. Ну, понятное дело, пока ничего не работает. Газончик плюс-минус чистый, если голову вот сюда не наклонять, вот туда вдаль смотреть, да, беседочки. Детская площадка тоже здоровская. Вот он остров. Сейчас поближе подойдем. И, кстати, еще что заметил, что здесь на каждом острове, неважно, доступный он, труднодоступный, всегда на самой вершине висит флаг Турции. Видимо, они обозначают, так метят, да, так сказать, свою территорию. Конечно, мальчишки сразу побежали на детскую площадку. Любимые пальмочки. Вот корабль, да, в виде корабля. Здесь качельки. Вот они беседки, про которые, да, я вам говорил. Единственное, что они сейчас уже убрали клумбы. Видите, поставили под навесы, видимо, чтобы не разбило. И здесь есть еще, кстати, кран с водой. Не знаю, работает, не работает. Сейчас попробуем. О, ну так вот. Работает. Ну, классно же, согласны. О, здесь даже есть душ. Слушайте, это отличное место стоянки для ванлафа. Если бы у нас сейчас не было бы квартирки, то явно бы ночевали здесь. Спокойно, тихо, хорошо. Вот, пожалуйста, есть душ. Здесь вот так вот сделана надпись. Выбита Адабурну. Наверное, так. Опа! И даже душевые работают. Ну, красота. Надо поискать. Вот, кстати, пожалуйста, стоят автодома. Вот один я точно вижу. Так, здесь предупреждение. Здесь даже есть, вот, пожалуйста, кафе. Но сейчас не работает. Я сразу вижу розетку. Не знаю, есть там ток, нету. А, это тоже предупреждение. Ну, ладно. Пляж, конечно, пустой. Вот это, вот это, видимо, зонтики. Тут же ставят лежаки. Пирсик разобранный. Два автодома. Какая-то мелкая галька. Это, я не знаю, галька не назовешь. Это такое вот, да? Ну, необычное. То есть мы привыкли к гальке, к такой, да? Вот просто серая лежит. А здесь вот такие разноцветные камушки. Сейчас подойдем с вами к водичке. Пойдемте сходим к морю. Я наслышал, что здесь очень и очень чистая водичка. Надо было с собой взять дрон. А я забыл. О, здесь, кстати, плиты. Хотя отнесли земку, уже эгейская. Вот, пожалуйста, видите? Вот эти вот. Но они не скользкие, по крайней мере. Так, что у нас? Цвет воды. Ну, цвет воды чистейший. Вообще чистейшая вода. Не знаю, сколько она сейчас. На улице у нас сейчас 18 градусов. А вода, вода, топорное, молоко. О, слушайте, тут купайся и купайся. Носенок, если ты замерзла, иди в воду окунись. Смотри, какая теплая вода. Потрогай, конечно. Так, здорово. Вот, видите, вот эта перемычка? Точнее, недомычка. Переходишь и пошел гулять по острову. Супер, надеюсь, как-нибудь покорю эту всю историю. Мама, подожди, как-то связь, иди сон. Вот, честно, на этом месте максимально красиво. Ну, вот сами посмотрите. Вот тут такие невысокие горы. Вон там виднеется еще море. Там горы повыше. Вот здесь вот красивые такие пальмы, зелено-желтые, да. Здесь уже горы высокие. Немножко домиков. Ветряки. Пляж вообще пустой. Там ветряки, там горы, море, острова. Вон еще несколько островов. Ну, очень красиво. Панорама нереальнейшая. Ну и вот мы, собственно, подошли к тому месту. Вот, по сути, здесь сюда вот можно перейти. Но здесь висит такая табличка. Как я понимаю, что здесь просто течение. Купаться здесь не нужно. Вот, видите, поможет унести. Если что, там звонит 112. Но надо, конечно, не в такую погоду. Ветры, но очень сильный ветер. Конечно, да, можете... Я не знаю здесь, какая глубина. Но вот расстояние, вот просто вот рукой подать. Не знаю, метров сто, наверное. Еще какая-то табличка. Да, просто табличка. И в ту сторону пляж. Тоже совершенно пустой. А дома, между прочим, один на московских регионах. Другой турецкий номер. Как же всегда здорово возвращаться домой. Потому что мы припарковываемся. Никогда нет никаких проблем с парковкой. И всегда вот так вот идем. Всегда такой шикарный вид. Красотень. Воду, которую набрали, надо сейчас перетаскать вниз. Нет, возьми в две руки. Возьми в две руки. Одну туда, убери в портфеле. У тебя для чего портфель так все. Так, продукт. Сегодня будет очень вкусный ужин. А ты что, ничего не берешь? Бери коляску. Готовим сегодня любимое овощное рагу. С говядиной. Здесь свинины нету, поэтому стали мы очень часто есть говядину. У нас тут, посмотрите, какая красотища аппетитная получается. Ну, точно будет вкусняк. Решил все вот так вот дольками, как и медленами порезать. И мясо, и овощи. И тут, знаете, такое. Типа по-азиатски, что ли. Забыл сюда закинуть последующие помидоры. Но ничего, они будут свежие. Мясо приготовилось хорошо. Варил я примерно часа два. Но зато оно жуется. Приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok